на днях илон маск знаменитый изобретатель ракет в кавычках естественно на всю страну свою и на весь наш мир заявил что он не верит в то что американцы побывали на луне обосновал он это следующим во первых финансовыми возможностями он сказал что якобы на ту миссию была выделена такая небольшая сумма которую и сегодня могли бы выделить маску на ту же самую миссию ну это понятно это камень у его огород чтобы прилетели небольшие денежки а вторая причина невозможности полета американцев на луну по мнению маска заключается в том что не было отработано посадочная взлетная система и американцы просто не могли не сесть не взлететь с луны я как в прошлом двигателист специалист по конструированию ракетных двигателей то есть связанный человек с космическими программами так или иначе я уже много раз говорил что полет американцев на луну это мультфильм который оказался достаточно низкопробным я в своей книге кувырок луны описал это явление очень подробно очень и отвечая на первый вопрос маска по деньгам я вам скажу что тогда когда американцы только стремились покорить луну когда все готовились к первому запуску тогда произошло с американской стороны очень интересное действие они взяли и обрезали весь бюджет за пару лет они лишили всю космическую свою программу всего финансирования это было удивительно я когда читал эти документы когда смотрел всю эту связанную диверсию американскую я тогда сразу понял что американцы лететь никуда не собираются и они просто дербанит свои деньги которые им дало государство а вот каким образом они закрыли отчетность по этим деньгам это уже другая песня я не скажу так вот когда они собирались лететь на луну они во первых порушили свои все космические аппараты они поубивали в прямом смысле поубивали всех своих космонавтов которые должны были лететь на луну а потом собрали не поймешь кого и не поймешь на чем запустили якобы в этот полет но во первых по убивали конечно сегодня в контексте что там безумный джордж байден распространил свою байду о том что наш лидер якобы какой-то убийца то давайте посмотрим на их лидеров я уж не говорю об этих самых индейцев которых они по 5 долларов за скальп извини полностью это система геноцида она вообще не прощается и наказание за нее будут ждать вечно но это так политики а вот касаясь тех самых космонавтов которых они непосредственно перед полетом уничтожили и не только космонавтов но еще и ряд экспертов которые должны были обеспечивать правильность этого полета вот здесь конечно проблема очень большая я не знаю технари может быть меня уже понимают не технари меня наверное не поймут но смысл здесь в том что каждый полет он должен обеспечиваться не только наличием железа то есть самих летательных аппаратов не только наличием математики то есть возможностью расчета траектории туда и обратно не только наличием счетных машин компьютеров по сегодняшней терминологии которые могут исправлять и корректировать орбиту непосредственно в космосе но также и финансами также и экспертами которые могут управлять этими компьютерами различными системами и так далее ведь смотрите у американцев до сих пор нет созданного правильного созданного движка который мог бы поднять их ракету туда куда-то вверх у них есть пукалки которые переносят маленькие ракеты на дальность ну допустим достаточно для сирийских военных действий вот какие у них движки а больших движков у них нет потому что это большая сложность большой движок большая сложность у них у американцев даже нет межконтинентальных ракет они нас достать не могут со своей территории поэтому они подбираются к нам поближе с территории европы дружественных республик которых мы все время кормили кормили а потом начали они нам руки кусать дающие ну и в конце концов этой отрасли у американцев нет она им не за надобностью тут нельзя говорить что они тупее нас потому что они действительно тупее а вот момент с тем что у них все-таки капиталистическое общество и оно должно загружать свои финансы на те вещи которые дадут отбой как говорится баблом вот тут самая главная причина и зарыта но какой отбой дадут просто исследование фундаментального характера по поводу строительства движков никакого потому что никто никуда не летает еще раз говорю об этом проблема с космосом в том что там сжигают колоссальные суммы денег те кто добрался до вершины руководства того или иного государства в общем это ужасно то есть это неплохо это действительно ужасно но с другой стороны мы должны понимать что сжигаемые там деньги они толкают нашу науку нашу военную технику на высокие рубежи и мы из-за этого можем нормально чувствовать себя защищенными людьми на этой территории а напасть на нас как к сожалению желает наверное каждый карликовая страна а большие тем более вы только вспомните что даже грузины пошли в военный поход хотя грузию на карте найдет не каждый и большинство ее спутается со штатом джорджия в америке теперь отвечу на второй вопрос илона маска проблема здесь состоит не в том что у них не было взлетно-посадочного аппарата а в этом вопросе маска в данный момент в принципе прав в принципе прав а проблема в том что у них вообще не было этих аппаратов если технарь посмотрит на устройство этого спускаемого взлетного модуля которым они обошлись на луне он поймет что эта фигня из пластмассовой фольги и картона она не летает она не взлетно пригодна посмотрите пожалуйста как взлетают наши ракеты которые отправляется допустим в сторону луны они во-первых весят огромное количество тонн во вторых для их запуска нужна специальная площадка стапель нужен и в третьих нужно специальное оборудование и естественно все остальные характеристики то есть соответствующее количество топлива соответствующее количество окислителей всех остальных причиндалов ну и люди и люди так вот представьте теперь что вся эта ракета постепенно добралась до луны она проделала необходимый объем своих действий там у нее что-то отвалилась отстыковалась и прилетел туда на луну одна головка теперь возникает задача взлета оттуда и возврата обратно вот смотрите чтобы все поняли чтобы поняли даже не технари вы садитесь на свой автомобиль заправляете в него 40 литров бензина и едете во владимир 200 километров вы доезжаете до владимира у вас бензин истратился и вам теперь задача вернуться назад что делаете вы вы подъезжаете к бензозаправке заправляете новые 40 литров бензина и едете в москву правильно правильно потому что расстояние одно и то же путь один и тот же и нужно на него на преодоление этого пути то же самое количество бензина что нам рассказывают американцы что они прилетели туда на луну развернули два батончика с конфетами сунули их в топку этого летательного аппарата и вся эта халабудия якобы взлетела и прилетела назад на землю то есть вот эти все десятки тонн которые нужны были для полета в одну сторону они уже в обратную сторону якобы не нужны интересно интересно хотя груз доставлялся один и тот же несколько пацанов американского происхождения летели на луну а потом вернулись в том же составе обратно то есть полезная нагрузка одна и та же среда в космосе одна и та же да на взлет тратится по разному потому что притяжение на луне несколько меньше но тоже не особо меньше потому что там все-таки есть притяжение вы видели как они якобы прыгали и то есть подпрыгивая наверх они все равно опускались вниз и чтобы вы поняли на земле каждый космонавт у них весил килограмм 70 а там на луне во всей этой амуниции в которой они прыгали у них весил тот же самый космонавт со всеми своими причиндалами новыми он весил где-то 50 килограмм но может быть 40 то есть принципе цифры сопоставимые и поэтому отправить один и тот же груз по весу в разные концы то есть туда и обратно нужно одно и то же количество топлива вот этого топлива у американцев не было это тонкость это кстати не полное объяснение того что миссия вообще не существовало никогда там есть куча всевозможных и других моментов с другой стороны маск я почему все время выступая против него не как личности а против того что он заворачивает вот эти денежки которые он мастерски собирает тут надо отдать ему должное он их заворачивает какую-то билиберду в которую верят те кто либо сдавал егэ либо учился в американских школах это одинаково так вот маска сказал что не создана такой технологии которые подымают или способствует снижению аппарата и посадки его вот так вертикально маска все время пытается свои ракеты задом наперед приземлить на землю не головой вниз не воткнуть их вот так а вот жопкой и так без стапеля при земли и он говорит что таких систем не создана вот это и выдает опять то что маска не технаре он не понимает о чем он говорит потому что такие системы созданы и вы все их прекрасно знаете и главное что вы видите их каждый день эта система вертикального взлета и посадки обычных самолетов она позволяет корабля взлететь вертикально самолету и вертикально сесть проблем никаких нет те же самые двигатели абсолютно которые работают и на ракетах там немножко модифицированы но принципе они все те же самые то есть проблема решена если бы на луну можно было слетать то и сели бы на нее и взлетели бы на нее но только не так как показано в этих фильмах которые якобы состоялись при съемках на луне почему я с такой ну может быть такой несколько научной яростью бьюсь за то что на луну полететь нельзя не из-за того что мне жалко государственные деньги это не моя функция и не мое призвание а совершенно по другой причине я хочу чтобы задача с луной была решена но сейчас пока ловится наши псевдо ученые ближновосточного происхождения как правило или кавказского происхождения они ломятся в открытую дверь а за этой открытой дверью луна торчит как двумерное существо и мы должны понимать сначала надо исследовать ситуацию какими-то доступными земными методами подложить под нее определенную теорию концепцию а потом уже проверить ее и только после всего-всего этого начинать посылать туда живых людей или тузиков помойки дело в том что луна сегодня представляется тем людям которые более передового мыслят двумерным объектом я уже сказал она двумерный объекта лететь невозможно потому что он является совершенно другой вещью это голограмма если проще уж обсуждать так это голограмма той какой-то планеты которая существовала там где-то в другом измерении может быть в нашем прошлом но это не тот каменный кусок который летает просто так в небе и который может приютить на себе там горстку космонавтов ситуацию с китайцем я уже не раз обсуждал их извиняюсь за выражение лоханули на этом спутнике земли дали им возможность рассказать о своем при лунении на обратную сторону этого объекта чего в принципе быть не может и вообще и вообще ситуация с космосом с илоном маском с разворовыванием байконура который состоялся недавно с тем что посадили почти всех директоров или всех директоров космодрома восточный вот эта ситуация она складывается настолько интересной что начинаешь понимать что ни на одном официальном фронте космические программы решить невозможно